Лидер казахской диаспоры в США Дархан Нурмагамбет 12 лет работал в Американском космическом агентстве. Он стал первым казахом в НАСА. Продолжая изучать новые технологии, он не забывает родные края. Об удивительной судьбе нашего соотечественника, который открывает казахские школы в США, объединяет наших земляков в репортаже Майры Абдрахмановой. Этот дом в пригороде Вашингтона, штата Вирджиния, называют казахским шанраком. Творческие вечера, теплые встречи под звуки дамбры и кобыза, да сархан с блюдами национальной кухни стали здесь доброй традицией. Хозяин дома, наш соотечественник Дархан Нурмагамбет, 15 лет назад создал казахско-американскую ассоциацию и с тех пор успешно руководит нашей диаспорой. Я родом из Синепалатинской области, с небольшого села Бетаик Чубартовского района. Сейчас восточно-казахстанская область. В воле судьбы в 2002 году мы всей семьей переехали сюда, в Америку. Начали здесь нашу американскую часть жизни с двумя детьми. Мы легко здесь получили работу и, в принципе, достаточно быстро поднялись. Наверное, это все-таки опора на наше базовое образование, которое мы получили в Казахстане. Я закончил КАЗГУ, ФИСФАК, супруга закончила Синепалатинский институт. Мы вместе закончили КМЭП. Молодые, целеустремленные выпускники первого англоязычного вуза в Центральной Азии нашли интересную работу. Дархан стал главой представительства швейцарской компании в нашем регионе, а его супруга Аяуле работала финансовым директором известной кооперации «Оракл». В США им вновь улыбнулась удача. Наш соотечественник Дархан Нурмагамбет становится первым казахом сотрудником НАСА, Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Ему доверено заниматься пилотируемыми проектами. Я был практически на всех запусках шаттла, ездил на Байконур, на запуски пилотируемых проектов «Союз», на Кейп-Канаврол. Потом есть у нас Европейское космическое агентство, у них есть свой космодром во французской Гвияне, это Южная Америка, космодром Куро их называют. Но там в основном идут запуски грузовых проектов. За 12 лет, наверное, самое большое, что я приобрел, работая со специалистами космической отрасли, я, скорее всего, это общение, это люди, круг людей, с которыми я общался, были очень интересные люди, люди, которые стояли у истоков космической отрасли. За время этого длительного контракта с Американским космическим агентством Дархан занимался логистикой пилотируемых проектов и решал проблемы, возникающие на станциях. Американский космический бизнес, он сейчас пошел по коммерческой части, по коммерческому пути. То есть гиганты, которые в свое время занимались и получали все заказы, как Боинг, как Лох и Мартин, они стали неповоротливы, они стали такими громоздкими. И Илон Макс, например, SpaceX, он стал более гибкий. Он сделал проект, который был на порядок дешевле, чем другие компании. И в принципе он сделал то, что могут, я думаю, что и казахстанские ученые сделать. Нельзя постоянно ориентироваться на какие-то большие компании, на какие-то компании с историческим прошлым. Надо смело просто идти и смотреть, чем можно это заменить, учитывая нынешние технологии. Будущее за автоматизацией, за роботизацией процессов, которые мы делаем сейчас мануально, скажем, ручную. Все эти годы Дархан и Аяулы не прерывают связь с Родиной. Более 10 лет назад они открыли Казахско-Американскую Ассоциацию. С тех пор наша диаспора вместе отмечает национальные праздники, не забывает родной язык и народные традиции. Семья Нурмагамбет открыла казахские учебные классы для детей и взрослых. С гордостью Аяулы рассказывает об успехах хора Балауса, который она создала вместе с другими представителями нашей диаспоры. Коллектив становится популярным и выступает на престижных американских сценах. Это 15 лет жизни. И не вопрос, который у меня спрашивали бывшие жители Советского Союза. Они спрашивают, а что ты вообще тут делаешь, у вас в Казахстане так хорошо. Я думаю, что, наверное, это и есть одна из заслуг Казахстана, почему мы здесь, потому что страна открытая. Многие приезжают сюда как беженцы, и у них нет связи с родиной, они скучают. Под этим казахским шанраком часто собираются наши соотечественники и непременно говорят о чудесных творениях казахстанских художников, восхищаясь родными пейзажами. Например, вот эти две домбры, они достаточно старинные. Раньше выглядело так домбра, вот две домбры. Вот колбас тоже мы приобрели здесь. Здесь вы видите работу Алмагуль Менлибаевой, молодых казахских художницей. Ранние работы Габеллен, супруги Бапановы. У меня есть несколько произведений первой казахской художницы Шигалимбаевой. Вот одна из них. Мы как истинные патриоты стараемся здесь собирать даже среди американцев, после американских акционов собирать картины казахских художников. Наш ученый-земляк неравнодушен к процессам модернизации на своей родине и полон планов по сближению ее с Америкой через научно-технологическое сотрудничество и партнерство.